Так, никогда не ездили, Снегурочка? Никогда. Никогда? О, куда, куда, куда? Куда, куда? В камеру не попадайте! Ну что, Дед Мороз, оставил Мазду три Снегурочки? Или сам решил поесть? Решил, решил оставить себе. Нравится она мне, едет она, здорово. Я не понимаю людей, которые говорят, что автомобиль это для Снегурочки. Да, ей тоже надо на чем-то ездить, и я уважаю ее выбор. Но когда мне говорят, ну ты что, приехал на Мазду три Снегурочки, это же для девчонок машина. Ребята, вы просто не умеете их готовить. Честно говоря, несколько лет назад, выбирая автомобиль себе, я едва, едва не купил себе Мазду три. Но тогда меня остановило ровно то, что я не смог выбрать подходящий двигатель. 1.6 мне показалось слишком мало, а двухлитрового было слишком много и дороговато она была. И вот этот новый мотор, полтора литра всего лишь. Слушайте, как поездок. Рудольф, ты так умеешь петь? Это Рудольф или Мазда? Это Рудольф. 120 лошадиных сил, с шестиступенчатым автоматом. Мне нравится. Мне всегда нравилась Мазловская шасси, именно трешечная. А сейчас появился еще и не слишком дорогой и очень подходящий ей по характеристике двигатель. Мне нравится. Не отдам. Отлично он тянет, с полутора тысяч оборотов. Уже хватает тяги на езды по городу и очень, конечно, скромный расход топлива. Вот, Рудольф, сколько тебе надо еды для того, чтобы пробежать 100 километров? Ну, пару тонн конфет. На 100 километров? Одну в запас, а другую можно. Да. Хорошо. А Мазда на 100 километров потребляет в среднем 6,5, ну, может быть, 7, если очень торопиться или очень стоит в пробках. Ну, 7,5 литров 95-го. Очень, очень скромно. Мне нравится. 7,5 литров 92-й. 95-й. Нет, ну, это же Sky активный Матон с повышенной степенью сжатия 14,5 литров. А это здорово. А это даже девушки понимают сейчас. Наверное, если бы я брал себе, я бы, конечно, отказался от отдельного багажника. Не люблю я седаны, не очень это практично. Брать именно хэтчбэк. К тому же нету ни камер, ни парктроника сзади. И заднее стекло маленькое. Плохо видно, плохо чувствуются габариты, когда едет задом. Да плюс еще и нет заднего дворника. То есть сейчас в слякотную погоду, зимой идет снег, заднее стекло постоянно мокрое. А так бы дворничком смахнул задник. Ну, так твой Рудольф, на котором ты ездишь, он совсем обленится. Что, ревнует? Ревнует Рудольф? Ну, конечно, да, ревнует. Он же тебя возил. А, Рудольф... Он же олень, олень твой, Рудольф, поможет. А-а-а, красавчик какой. Как ты мог такого оленя на Мазду променять? Ну, Мазду тоже красиво. Очень преданно, очень надежно. Я люблю ее. Рудольфа я тоже люблю. А Рудольф умеет под сброс газа уходить в занос? Рудольф полноприводный чувак. А Мазда умеет. А Мазда переднеприводная. Да, да, но так она точна, так она приятно. Выправление кончиками пальцев я ее чувствовал. Этот руль не обязательно лететь на все деньги. Можно просто спокойно катиться по городу и получать огромное удовольствие. Это непередаваемо словами, но это восторг, это кайф. Люди, которые говорят, что они как-то не получают удовольствие от Мазда, мне кажется, просто не распробовали, не раскусили, не почувствовали всего того, что вложено в этот автомобиль. Как она выглядит. Ну, а как тут ESP? Не мешает? Нет? Она полностью отключаемая. Полностью, полностью. И полностью включаемая. Ручной режим коробки передач. Конечно, было бы здорово, если бы были лепестки. Их нет. Но есть честный ручной режим на селекторе, причем он построен по гоночному принципу. На разгоне, когда меня вдавливает сидение, последующие передачи в плюс щелкаются к себе, потому что меня вжимает сидение, а на торможении наоборот. Первая. Так. Вторая. Молодец, Родоль. Справляемся. Третья. А если первую сейчас? А зачем? Ну, 60 км в час. Ну, мало ли что, Рудольфу закончится. Не, не знаю. Она не включится. Нет? Попробуй, Родольф. Попробуй. Ну, не включается. Не включу. У меня мигает, конечно. Да, вот так. Есть защита от Рудольфа. Не попадаешься. Прык-скок. Прык-скок. Как на олене. Да. Жестковата подвеска, но... Жестковата. Я не чувствую в ней ни дискомфорта. Мне не мешает. Она подсказывает мне, что происходит с дорогой. Наверное, я бы хотел чуть-чуть больше шумоизоляции. Сейчас с шипованными шинами зимой, конечно, после 100 км в час, ну, так, начинает гудеть салон. Но это характерная даже не болезнь, а особенность. Маст. Зато здесь тихий двигатель. Хотел я немножко придраться к приборам. Рудольф. Вот, посмотри. Не хватает им какой-то информативности. А большущий, большущий спидометр, это здорово. А тахометр, который необходим для драйверского автомобиля, здесь маленький, электронненький, такой же, как указатель остатка бензина. А как руль? Нравится? Легкий. Слишком легкий. Это электроусилитель. Это он сейчас легкий. А разгоняешься, он тяжелее. Тяжелее. Конечно. А он и вверх, и вниз. А как? Он регулируется на себя? Регулируется. Да, в большущем диапазоне. Ух ты, хорошо. Вот, и вверх, и вниз. Как угодно. Отлично. И, наконец-таки, в отличие от двух предыдущих поколений, перенесли ручник на сторону к водителю. Ведь раньше, как на японских прорульных автомобилях, ручник был с другой стороны, был не очень. Надо бы сейчас все на своих местах, как положено. Печка отлично греет. Единственное, вот здесь ночью чуть-чуть не хватает света. Раньше была такая большая, мощная консоль. Экранчик хорошо подсвечен. Вот. И даже с сенсором. Но удобнее им управлять вот этими клавишами, джойстиком. Здесь же регулировка громкости. К сожалению, нету здесь не только камера заднего вида парктроника, но также мне, например, для счастья не хватает круиз-контроля. То, что нету автоматического режима у дворников, у стеклоподъемников, бог с ним. А вот то, что нету круиз-контроля, мне бы пригодился. Штрафы сейчас не маленькие. Выехал на трассу, выбрал нужную скорость и спокойно себе покатил. За это денежки надо платить. Наверное, в опциях-то есть. Только в наиболее дорогих комплектациях. Есть же версия, у которой вместо спидометра большущий-большущий тахометр. Но такая комплектация есть только у двухлитровой версии. Она уже, честно говоря, дороговата. Мне нравится интерьер, приятный, такой мягенький, резиновый, пластик, снизу, разумеется, пожестче. Но никакого отторжения он абсолютно не вызывает. Разве что добавить автоматический режим у всех четырех стеклоподъемников. Кстати, так, как было, например, у первого поколения трешки. Сейчас убрали. Сейчас автоматический режим стеклоподъемника есть только у водительского стекла. Все остальные нужно доводить самому. Экономит японцы. Появилась система, которая следит за давлением воздуха в шинах. Понятно, что электронная, по вращению колес она определяет, если вдруг какое-то колесо спустило, то выдает предупреждение. Ну что, Рудольф, нравится тебе такой автомобиль? И мне он нравится. Ну давай еще расскажи, что не понравилось? Не может же быть такого, что все просто тебе нравится. Звукоизоляция. Особенно если я еду в большой компании, за городом, шумновато и просто тяжеловато разговаривать и просто в дальней дороге устаешь. По крайней мере, вот сейчас на наших полных колесах. Я, честно говоря, думаю, что летом вряд ли ситуация сильно изменится. Ну и сзади не так много мест. Да, конечно. Тут небольшой, трешка никогда не была особо вместительной для тех, кто хочет регулярно возить семью, им, пожалуйста, за шестеркой. Так, злая снегурочка, что не понравилось? Давай. Назад сдавалась. Отсутствует датчик дождя. Дождя? Да. Да у нас и дождя-то нет, у нас только снег. Отсутствует автоматическое включение фар. Да? Да. Так, а губки подкрасить? Губки подкрасить. Все отлично, только не хватает света в зеркале. Так, а ножки там все нормально? Можно показать? В чем обычно управляете? Каблучки? На каблуках, да, конечно, на каблуках. Пять дней в неделю на каблуках, выходные дни только могу себе позволить в удобной обуви. Да нет, все в порядке, педали нормально, все хорошо, да. А как салон? Красиво? В салоне, да, красиво. Красивая панель, хотя я злая снегурочка, но панель все же красивый и руль очень удобный. Да. Удобно входить-выходить? Удобно входить-выходить. Да нет, мне сложно что-то негативное сказать. Хороший городской автомобиль. ходить-выходить. Ну вы же злая снегурочка. Я, наверное, в жизни не злая, поэтому не могу слишком критиковать. А ребеночка есть ли туда запустить вашего? Место нормально, немного и не слишком мало, нормально. Ну, то есть подойдет Должна быть возможность вызова эвакуатора. Тем более, если автомобиль на гарантии и какие-то неполадки. Любую точку России предоставляют некоторые дилеры как вынесли. Да. Да. Так что не надо буксировать, не надо самой колеса менять. Ну, я вам скажу, что вам надо... Нужно у вас телефон иметь нужный. Или Деда Мороза вызывать этот автомобиль он Дедом Морозом обслуживается один раз в год. Ну, а если улучшить, что чтобы улучшить? А, конечно же обязательно я хочу, чтобы у трешки была заряженная версия МПС. Ведь она была в первом поколении, была во втором поколении. И сейчас, пока ее нету, но я очень-очень жду, чтобы появилась вот такая МПС-ка. И я думаю, что на сайте авто МПС. Да. Мы о ней обязательно и с большим удовольствием расскажем. кризис cam